Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала! Вас приветствует Алена Ариес. Я таролог и психолог. В первую очередь, конечно же, благодарю всех вас за прекрасные, позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои расклады. Девочки, мне очень-очень приятно. А я еще хочу поздравить вас с наступающим праздником 8 марта. И в честь этого праздника всех женщин, данный расклад, хочу вас порадовать к этому празднику, сделать вам подарок. Ну и вы порадуйте меня, поставьте лайк, напишите комментарий, нажмите колокольчик и подпишитесь на канал. Итак, тема сегодняшнего расклада, девочки. Счастье 8 марта. Какое счастье 8 марта вас ждет? Поздравит ли вас любимый? И кто еще поздравит? Вот такие три вопроса мы с вами сегодня рассмотрим. И сегодня я немножечко по-другому сделаю расклад. Вам нужно будет выбрать, конечно же, свою позицию. Для этого прислушайтесь к себе, к себе любимому, к своей собственной интуиции. И выберите ту позицию, которая вам нравится или которая у вас отзывается. Уже после того, как я разложу карты. Итак, девочки, посмотрим. Какое счастье ждет вас 8 марта? Поздравит ли вас ваш любимый человек? Если он у вас есть, естественно, да, девочки? Если нет, то, может быть, кто-то нравится, да? У меня есть такой формат отношений. Дальше. Кто вас поздравит с 8 марта? С этим прекрасным, замечательным праздником весны? Вторая позиция, девочки. Какое счастье ждет вас 8 марта? Поздравит ли вас любимый человек или тот, который нравится? И кто вас поздравит? И третья позиция. Какое счастье вас ждет 8 марта? Поздравит ли вас любимый или тот, который нравится? И кто поздравит вас с 8 марта? Итак, девочки, выбирайте свою позицию и начнем. Кто не успел выбрать, поставьте видео на паузу и подумайте. Только подумайте обязательно именно в таком счастливом, хорошем настроении. Итак, начинаем с первой позиции, девочки. По одной карте, конечно, буду открывать. Какое счастье принесет вам 8 марта? Девочки, а 8 марта принесет вам какие-то перемены? Какие перемены здесь могут быть? Возможно, вы куда-то поедете на 8 марта, скажем, к своему мужчине. Может быть, перемена в финансах. Премию вам дадут к 8 марта. Также вполне возможно. Дальше еще какие перемены? Счастливые, естественно. По старшему аркану смерть. Это трансформация, да? Это перемены в ваших отношениях. Скажем, если вы сейчас на данный момент одинокий, в ожидании или в поисках своей второй половинки, то перемены будут именно в эту сторону. То есть встретите какого-то мужчину 8 марта. Для тех, у кого роман на расстоянии, вполне возможно, что поедете. Если у вас ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод, также возможны перемены. Именно в сторону примирения. Именно 8 марта. То есть как бы начало, я бы сказала, трансформация ваших отношений. Для тех, кто в паре, также трансформация. Здесь может быть переход отношений на новый, более серьезный уровень. Девочки, для тех, у кого мужчина вдруг пропал, не звонит, не пишет. Скорее всего, объявится именно 8 марта. Ну, сейчас мы посмотрим, поздравит ли он вас, да? Вот. Ну, и для тех, кто в браке, тоже будут какие-то перемены. Но перемены здесь по старшему аркану смерть, девочки, ожидаемые вами. Дальше. Поздравит ли вас любимый человек? Да, девочки, конечно, поздравит. Однозначно. Для тех, кто одинок в поисках или в ожидании своей второй половинки, здесь будет начало новых отношений. Вполне возможно, что именно 8 марта пока еще будет только флирт, какие-то ухаживания со стороны мужчины. Но это все равно уже ситуация, приближенная к началу отношений. Для тех, у кого роман на расстоянии, поездка, как я и сказала, ну, здесь может быть вот по этим двум картам, что либо мужчина к вам приедет прямо 8 марта, с которым роман на расстоянии, либо вы к нему поедете. Дальше, девочки, для тех, у кого 40, конфликт, расставание, разрыв или развод, начало отношений с чистого листа. Ну и для тех, кто в паре или в браке, также переход отношений, для тех, кто в паре, переход отношений на новый, более серьезный уровень отношений, что-то в ваших отношениях однозначно изменится именно в сторону серьезности. Да, то есть именно вот то ли более крепкими, то ли, то есть вы почувствуете, что либо более крепкие стали ваши отношения, либо более надежные. Ну, в общем, именно в лучшую сторону. Ну, и для тех, кто в браке, поездка какая-то может быть, девочки, то есть, возможно, вам мужчина как раз-таки подарит эту поездку какую-то, возможно, в путешествии. Так что подарки точно будут. Смотрите, мужчина, по большому счету, вот здесь, по старшему аркану шут, или дурак, чувствует себя немножечко неуверенно в отношении вас. Ну, большинство мужчин как-то неловко себя чувствуют, когда дарят цветы, подарки. Все-таки это такой волнительный момент. Поддержите своего мужчину. По старшему аркану шут также может быть. Поздравить, поздравит вас с 8 марта. Но это может быть не обязательно подарок. Это может быть также сообщение или звонок. Так что ваш любимый человек или тот, кто нравится, обязательно вас поздравит. И кто еще поздравит вас с 8 марта, девочки? И по шестерке жезлов. Смотрите, здесь, во-первых, поздравят вас на работе. Или если у вас свой бизнес, партнеры по бизнесу, к примеру. То есть, именно такой будет успех у вас на работе. То есть, видимо, многие вас будут поздравлять. Вы прямо будете чувствовать себя на коне. Будете чувствовать этот успех. Что вы востребованы. Что многие люди спешат вас поздравить. То есть, поздравлений на самом деле будет очень и очень много. Про конкретного мужчину здесь не говорится. Больше все-таки коллеги, партнеры по бизнесу, знакомые, друзья. Но то, что вы будете чувствовать себя на высоте 8 марта, благодаря большому количеству поздравлений, это однозначно. Вот такая, девочки, первая позиция. Переходим к следующей позиции. Для тех, кто вторую позицию выбрал, также смотрим. Какое счастье принесет вам праздник 8 марта? И здесь по четвертой Пентакли, девочки. Праздник принесет вам стабильность. Это может быть стабильность в отношениях. Стабильность в работе вполне возможно. То есть, стабильность. Второе, что еще принесет вам праздник 8 марта? Стабильность может быть в финансах вполне возможно. То есть, вы почувствуете какую-то именно стабильность в финансах. Может быть удовлетворение своим финансовым положением или состоянием. Вот такие события принесет вам, собственно, четверка Пентакли. Четверка Пентакли об этом говорит. Но именно события, ситуации счастливые, связанные больше с работой, бизнесом, финансами. И здесь самое лучшее, самое большее, это все-таки именно какую-то стабильность. Что касается отношений, девочки, то же самое. Стабильность в отношениях, серьезность в отношениях. Пока вот здесь сейчас посмотрю другие карты, еще что-то добавлю, что еще принесет вам хорошего 8 марта. Потому что буду рассматривать еще карты в сочетании. Поздравит ли вас любимый человек, если он у вас есть, или тот, кто нравится. По королеве Жезлов я хочу сказать, что вы как-то сами больше проявите инициативу в том, чтобы любимый человек вас обязательно поздравил. Возможно, вы его пригласили, проявили инициативу, чтобы вместе отметить этот замечательный праздник. Или, скажем, вы ему намекнули, какой подарок вы бы хотели, чтобы он вам, собственно, подарил. То есть я здесь хочу сказать, что здесь такая ваша твердая женская рука. То есть и стабильность тоже в отношениях, тоже благодаря именно вашей инициативе получается. Посмотрю еще третью карту и расскажу по всем форматам отношений. Итак, кто же вас еще поздравит с этим замечательным весенним праздником? Ну, по колесу фортун я хочу сказать много, кто вас поздравит. И будете вы ощущать себя счастливой в праздник 8 марта, потому что поздравлений будет очень-очень много. Дальше, девочки. По разным форматам отношений. Если вы сейчас на данный момент одинокий в поисках или в ожидании своей второй половинки, то я хочу сказать, что для того, чтобы 8 марта с кем-то познакомиться, вам нужно не сидеть дома, а куда-то пойти. Тогда у вас есть шанс по колесу фортуны с кем-то познакомиться. То есть шанс есть. Но вам нужно именно проявить инициативу. То есть не ждать, когда понравившийся мужчина к вам подойдет. А именно самой проявить инициативу. Тогда по колесу фортуны 50 на 50 возможно новые отношения, новое знакомство именно 8 марта. Дальше, девочки. Для тех, у кого роман на расстоянии. Мужчина обязательно приедет к вам на встречу. Но не 8 марта, а чуть-чуть попозже. А в целом стабильность, поздравления от друзей, коллег, знакомых. Однозначно вы получите. Дальше, девочки. Для тех, у кого 40, конфликт расставания, разрыв или развод. Также карты говорят, не сидите. Не стоит сжимать в клад свои чувства. Проявите инициативу в отношении мужчин. И будете вознаграждены. То есть если вы сами проявите инициативу, а не будете от мужчины закрываться, то шанс на то, что ваш возлюбленный появится 8 марта, однозначно будет. То есть вам нужно однозначно самой проявить инициативу. По королеве жезлов. Дальше, девочки. Для тех, кто в паре, также проявите инициативу. И тогда у вас есть шанс даже куда-то поехать на 8 марта. Запланируйте поездку. То есть еще несколько дней есть. И предложите своему молодому человеку, своему мужчине. Может быть не совсем молодому даже. То есть именно проявите инициативу. Дальше. Для тех, кто в браке, все то же самое. Проявите инициативу. Куда-нибудь сходите, съездите. И это то, что принесет вам всплеск страсти, эмоций и удовлетворения собственным праздникам. Еще один момент, девочки. Может быть вы и не хотите с вашим мужчиной идти. Здесь вполне возможно, что вы пойдете с девочками. С подругой, например, куда-то. И тоже прекрасно. Но шанс, то есть если вы хотите познакомиться. Шанс познакомиться по колесу фортуны, конечно же, у вас есть. Что касается поздравлений. Еще раз хочу заострить на это внимание. Проявите инициативу уже сейчас. Либо, знаете, как правильно. Вот я учу во многих видео правильно задавать вопросы. Если вы в паре или в браке. Спросите, дорогой, мне очень интересно, а что ты мне подаришь? Колечко или браслетик? Это вот такой намек. Вы вроде бы спрашиваете, да? Но это такой очень конкретный намек. Дальше. Если вы вообще сомневаетесь, собирается ли вас мужчина поздравлять. Напишите ему сообщение или спросите. Зависит от того, какие у вас отношения. Напишите, например, дорогой, я с таким нетерпением жду этот весенний праздник или праздник 8 марта. И мне очень... Прости мне мое нетерпение, но мне очень хочется знать. Ты меня поздравишь с 7 или 8 марта? Можно сразу спросить, да? То есть сразу извиниться, сказать, что извини за мое нетерпение. Когда мне ждать поздравления? 7 или 8 марта? Так что учитесь правильно задавать вопросы. Это уже шаг к успеху. Так что вот таким будет для вас 8 марта. Но вы по жизни девушка сильная, смелая, активная. Поэтому вам и карты в руки. То есть именно инициатива. Продолжаем. И теперь переходим, девочки, к третьей позиции. Смотрим для всех, кто загадал третью позицию. Какое счастье ждет вас 8 марта? По пятерке мечей, девочки. Это в основном наличие соперника. То есть вполне возможно, что именно 8 марта у вас появится какой-то поклонник. А еще хочу сказать, что вы чего-то будете добиваться именно 8 марта. Возможно, от вашего мужчины. Причем добиваться просто любой ценой. Ну, это вот близко тоже ко второй позиции также. Дальше. Поздравить ли вас любимый человек или тот, кто нравится, с этим весенним замечательным праздником. Да, девочки, поздравить. Однозначно. Я расскажу сейчас по разным форматам отношений. По тузу жезлов. И не просто поздравить. Это будет прямо всплеск страсти в ваших отношениях. Кто еще поздравит вас 8 марта? Девочки. Девочки. По третьей позиции. Это же супер просто. Итак, рассказываю. Да, действительно, наличие соперника будет. То есть, 8 марта прямо борьба, я вижу, между двух мужчин. Смотрите, для тех, кто сейчас одинок в поиске или в ожидании своей второй половинки, тоже мужчин будет двое. Поздравит вас тот мужчина, который вам нравится или симпатичен. Возможно, есть кто-то на примите. И будет прямо страстная встреча. И тут же появится еще какой-то мужчина. Мужчина, у которого черные волосы и темные глаза. Мужчина по возрасту приблизительно вам ровесник будет на год два старше или год два младше. Причем мужчина с серьезными намерениями. А именно настроен серьезный, вообще такой серьезный, практичный, продуманный. То есть, видимо, он долго думал и решил 8 марта сделать первый шаг. То есть, мужчина этот настроен именно на создание семьи и брака с вами. Так что выбор очень, очень даже страстные отношения с тем, который нравится. Начало страстного романа. В принципе, тут тоже перспективы есть с этим мужчиной. Или серьезные отношения с надежным, серьезным мужчиной, с практичным. Который тоже вас поздравит с праздником. Так что выбор у вас будет достаточно нелегкий и непростой. Но это же не значит, что вы должны сделать выбор именно 8 марта. Радуйтесь, наслаждайтесь жизнью, получайте от жизни удовольствие. А выбор сделайте когда-нибудь потом. Для начала посмотрите, как себя ведет один и второй мужчина по отношению к вам. А потом сделайте выбор. Дальше, девочки, для тех, у кого роман на расстоянии. Встречу я вижу прямо 8 марта. И тут же еще какой-то мужчина. То есть, мужчин будет двое. И тот, с которым роман на расстоянии. И еще какой-то очень серьезный мужчина появится в вашей жизни. Это не обязательно, девочки, что у вас будет встреча с одним мужчиной. Для всех форматов, сразу объясняю. Не будет так, что встреча с одним мужчиной. И тут же на встрече появится второй. То есть, в принципе, такая ситуация возможна. Но это только для тех, у кого вообще нет мужчины. Возможно, вы за один вечер познакомитесь с двумя. Но это не обязательно так. Так, это может быть, что встреча, вот с этим мужчиной. Встреча. Это либо с тем, который вам нравится, либо с любимым. Тут встреча однозначно. А этот мужчина, возможно, вам пока. То есть, может быть, он просто предложит пока встречу. Может быть, вам напишет или позвонит. Может быть, скажем, закажет вам подарок. Да, кстати, недавно одну историю услышала, очень интересную. Девушка хотела приобрести автомобиль. Она его в салоне выбрала, заказала, а платить не смогла. Ну, по определенным причинам, сразу не смогла. Но она его как бы, ну, действительно, ей его отложили. То есть, она часть суммы внесла. А остальную часть, ну, никак не могла внести. Вот. И нашелся мужчина, который, ну, то есть, ей просто звонят в салон и говорят, вам подарили этот автомобиль, заберите его. Она не поверила просто. Вот. Приехала туда в салон, ее попросили подписать, как бы, все документы, да. То есть, действительно, мужчина, она там, ну, небольшую сумму внесла, для того, чтобы, как бы, этот автомобиль уже не продали. Вот. И, действительно, так она даже не знала. То есть, начала спрашивать, какой мужчина. Ей даже в салоне не сказали, какой мужчина. Сказали, что это наш очень уважаемый вип-клиент, да. И мы не имеем права распространить такую информацию. Ну, через некоторое время, конечно, он еще ей присылал какие-то подарки, там, цветы, сладости. Ну, и через какое-то время вот таких тайных ухаживаний только он появился. Представляете, как бывает. И вот здесь тоже ситуация, в принципе, может быть подобная. Тем более, что мужчина обеспеченный. Дальше, девочки. Для тех, у кого 40, конфликт расставания, разрыв или развод. Появится ваш любимый. Страстное примирение вас ожидает 8 марта. А также появится еще какой-то серьезный и обеспеченный мужчина. Для тех, кто парит, также мужчин будет двое. Но не буду уже рассказывать. Да, это и ваш любимый, с которым будет, вы прям, у вас будет всплеск страсти 8 марта. Ну, и другой мужчина тоже появится в вашей жизни. И тоже с серьезными намерениями. Не могу сказать, девочки, здесь по трем картам, новый мужчина это или нет. То есть, может быть и новый, и мужчина какой-то из вашего, но не из прошлого. Это не прошлый мужчина. Да, точно. Это мужчина может быть просто из вашего какого-то окружения. То есть, как зовут мужчину, вы точно знаете. Возможно, он как-то проявлял к вам симпатию. Ну, возможно, вы не обращали на это внимание или не хотели обращать внимание. Вот 8 марта он снова проявится, но более ярко. Именно с серьезными намерениями. Ну, и для тех, кто в браке, девочки, то же самое. Мало того, что получите подарок какой-то шикарный, который вызовет у вас более чувства и эмоций от вашего мужа. Вот, кроме того, еще какой-то мужчина в вашей жизни появится. С серьезными, с серьезными намерениями на вас прямо. Один момент. И второй момент, девочки. Вторая карта – это поздравит ли вас любимый. У некоторых из вас вполне возможно, что вот это муж, который поздравит вас, да? А может быть, любимый у вас совсем другой. Вот, поэтому поздравит вас и любимый, и будет страстная встреча, и ваш муж. Так что, можно сказать, праздник пройдет просто на ура. Все получат подарки. Все, кто посмотрел сегодняшнее видео, будут счастливы, довольны. Чего я вам, девочки, как всегда, от всей души желаю. И это еще не все. Подарки от высших сил вам к 8 марта. Подарки от высших сил, девочки, для тех, кто со мной обменялся энергией, естественно. Кто подарил мне подарок. Кто поставил лайк, подписался на мой канал и нажал колокольчик. Для вас подарки от высших сил. Итак, смотрим из колоды магические послания богинь. Для всех, кто загадал первую позицию. Подарок от высших сил к 8 марта. Богиня, дева, бабочка. Радикальные изменения, которые с вами произойдут, принесут великие благословения. Это вот то, о чем я рассказывала. Это подарок высших сил. Для тех, кто загадал вторую позицию. Подарок высших сил. Девочки, ну супер просто. Зеленая тара, начните передавать полномочия. То есть здесь зеленая тара говорит о том, что не всегда нужно проявлять инициативу. Вместо того, чтобы пытаться все сделать самостоятельно, попросите других, включая меня, помочь вам. Как раз вот тему второй позиции. Все то, что я рассказывала, проявите инициативу к мужчине. Да, но вы же можете еще и попросить, да, то есть, во-первых, правильно, не прям сильно проявлять инициативу, там, обижаться или топать ногами из-за того, что там мужчина до сих пор, скажем, вам ничего не сказал, там, или еще там что-то. Вот, а именно попросите его что-то сделать для вас, да. И также правильно задавайте вопросы. Но зеленая тара самое главное говорит о том, что на 8 марта передайте уже полномочия мужчине, да. То есть, не надо 8 марта быть такой активной и давить на мужчину. Пусть хотя бы 8 марта он побудет мужчиной. И третья позиция – подарки от висших сил для всех, кто загадал третью позицию. Богиня, о, нах, тише, едешь, дальше будешь. Точно про третью позицию. Не нужно торопиться или форсировать события. Все происходит в положенное время. То есть, это говорится о том, что не нужно выбирать пока. Наслаждайтесь тем моментом прекрасным, который присутствует в вашей жизни. Вот такие подарки от высших сил для вас, для всех, девочки. Еще раз поздравляю вас с наступающим праздником 8 марта. Желаю вам от себя счастья, радости, удачи, удовольствия не только 8 марта, но и все 366 дней, потому что год високосный в году. С вами была Алена Ариес. До скорых встреч в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok